Привет, меня зовут Артур Роуз, и в этом видео я расскажу, что такое Инстаграм, его безумно интересную историю, и покажу, как пользоваться Инстаграмом пошагово, и разберу весь его функционал. Внизу в комментариях, для твоего удобства, я сделал временные метки. Если вдруг ты захочешь пересмотреть видео не полностью целиком, а его только какую-то либо часть, то нажимай на это время. Если ты досмотришь видео до конца, то лично от меня тебе будет два бонуса. Каких именно, ты узнаешь после. А пока давай разберемся, что же такое Инстаграм. Итак, поехали! Итак, друзья, Инстаграм – это бесплатное приложение для обменами фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Инстаграм делает фотографии квадратной формы, как камеры моментальной фотографии, Polaroid, Kodak. С 26 августа 2015 года в Инстаграме ввели возможность добавлять фото и видео с ландшафтной и портретной ориентацией, без обрезания до квадратной формы. Приложение совместимо с устройствами iPhone, iPad, iPod Touch, iOS 4 и 3 и выше, а также с телефонами на Android 2.2 и выше с поддержкой OpenGL. Распространяется оно через App Store и Google Play. 21 ноября 2013 года появился Инстаграм Beta для Windows Phone 8. В апреле 2012 года Инстаграм был приобретен компанией Facebook. Цена покупки составила 300 миллионов долларов денежными средствами и 23 миллиона акций компаний, что в общей сложности составило 1 миллиард долларов. А теперь давайте посмотрим на историю создания и развития Инстаграм. Разработка Инстаграм началась в Сан-Франциско, когда Кевин Систром и Майк Кригер решили переориентировать свой проект Barbon на мобильные фотографии. Приложение появилось в магазине приложений App Store компании Apple 6 октября 2010 года. И уже к декабрю 2010 года у Инстаграм был 1 миллион зарегистрированных пользователей. Ребята, то есть представляете, октябрь, ноябрь, декабрь. За 3 месяца приложение собрало уже 1 миллион зарегистрированных пользователей. То есть такой бум. В июне 2011 года было уже 5 миллионов пользователей. А к сентябрю этого же года, 2011, это число удвоилось, то есть 10 миллионов пользователей. Ну а к марту 2012 года количество пользователей достигло почти 30 миллионов. К концу февраля 2013 года Инстаграм объявил о 100 миллионах активных пользователей. А в конце марта 2014 года Марк Цукерберг заявил о регистрации 200 миллионного пользователя. В январе 2011 года в приложение были добавлены хэштеги для того, чтобы было легче находить пользователей и фотографии. В сентябре 2011 года была выпущена версия приложения 2.0, в которой появились живые фильтры, мгновенное изменение наклона, 4 новых фильтра, фотографии высокого разрешения, опциальные границы, поворот одним кликом и обновленная иконка. В апреле 2012 года была выпущена версия приложения для платформы Android, которое за сутки было скачано более миллиона раз. 9 апреля 2012 года Facebook объявил о покупке мобильного фотоприложения Инстаграм за 1 миллиард долларов. Владельцам фотосервиса Facebook перечислит 300 миллионов долларов и передаст около 23 миллионов своих акций. Кроме того, социальная сеть обязалась в случае срыва сделки выплатить Инстаграм неустойку в 200 миллионов долларов. В связи с покупкой 25 июня вышло обновление 2.5.0, в результате которого в Инстаграм появилась более тесная интеграция с Facebook. В августе 2012 года каждую секунду в Инстаграм ставилось 575 лайков и добавлялся 81 комментарий. На Инстаграм пользователи проводили в среднем 257 минут в месяц, что на полтора часа больше, чем на Твиттер. В конце 2012 года Инстаграм анонсировал изменение правил пользовательского соглашения. Среди нововведений должен был появиться пункт, что Инстаграм получает права на использование фотографий, загруженных его пользователями, в том числе рекламных целях. Это вызвало резкую критику в обществе, как среди участников Инстаграм, так и со стороны юристов по авторскому праву. Многие участники Инстаграм удалили свои учетные записи. По данным аналитической службы AppData, Инстаграм, возможно, потерял до 25% пользователей. Его ежедневная посещаемость снизилась с 16 миллионов до 12 миллионов человек. Столкнувшись с критикой и протестами, руководство сервиса переформулировало спорный пункт пользовательского соглашения, заявив, что их намерения были неправильно поняты. В апреле 2013 года Инстаграм сообщил о начале внедрения своей новой разработки, которая позволит пользователям отмечать на фотоснимках себя, своих друзей, интересные места, а также известные бренды. Также будет предоставлена возможность настраивать систему уведомлений о новых отметках и в том числе делать их приватными. В июне 2013 года Инстаграм анонсировал возможность записи видео длиной в 15 секунд. 8 августа 2013 года появилась интеграция с социальной сетью ВКонтакте. 21 ноября 2013 года была выпущена версия Инстаграм для Windows Phone 8. В марте 2015 года Инстаграм объявил о возможности для брендов создавать фотогалереи и отправлять пользователей на свой сайт с помощью кнопки «Узнать больше». В настоящее время компания анонсировала новую функциональность для брендов – кнопки «Купить сейчас» и «Установить сейчас». В июле 2015 года фотографии в Инстаграм стали загружаться в лучшем качестве – 1080 на 1080 пикселей вместо прежних 640 на 640 пикселей. В августе 2015 года Инстаграм добавил к традиционному квадратному формату снимков и видео альбомный и портретный формат. 30 сентября 2015 года в Инстаграм появились рекламные записи, содержащие видеоролики длительностью до 30 секунд. При этом продажи рекламы стартовали и в России. Начиная с 8 февраля 2016 года владельцы нескольких страниц в Инстаграм могут находиться в них одновременно. Обладатели устройств на базе iOS 7.15 и Android получили возможность пользоваться в то же самое время несколькими аккаунтами, не выходя ни из одного из них. Чтобы данная опция начала работать, необходимо в настройках профиля добавить дополнительную учетную запись и нажать на имя пользователя. 16 марта 2016 года Инстаграм проинформировал своих подписчиков об изменении схемы появления обновлений в ленте. Теперь она будет формироваться не на основе хронологии, а базируясь на интересах пользователя. Как говорится в сообщении официального блога компании, первое время планируется оставить все публикации пользователя. Будет изменен лишь их порядок. Нововведения будут внедряться не сразу, а постепенно в течение нескольких месяцев. В марте 2016 года также было анонсировано еще одно нововведение. Изменение продолжительности загружаемого видеоконтента. Длительность видео теперь будет увеличена в 4 раза с 15 секунд до 60 секунд. Это решение было обосновано резким ростом интереса пользователей к этому формату и количеством опубликованных видеороликов за последнее время. Ну вот и все друзья, на этом увлекательная история Инстаграм закончена. А теперь давайте разберем, как же пошагово пользоваться Инстаграмом и разберем весь его функционал, включая каждую кнопочку и каждую настройку. Итак, поехали! Итак, друзья, а теперь давайте разберем функционал Инстаграма. Значит, тут у нас есть буквально снизу 5 кнопок и, значит, еще кое-какие функции сверху. Ну давайте для начала. Первая вот эта вот кнопка, находится она справа. Это кнопка вашего личного профиля. Наверху, как вы видите, пишется ваш никнейм, да, у меня это Артур, нижнее подчеркивание, Розес, потому что я занимаюсь цветочным бизнесом, поэтому Артур Розес, да, Артур Розе. Итак, что есть, значит, тут? Вот тут вот есть такая шестеренка, если вы нажимаете на нее, то тут параметры настройки аккаунта. Первое. Читаем, для подписок. Тут можно объединить ваши соцсети с контакта, фейсбука, найти с контакта ваших друзей и подписаться на них. Также они смогут подписаться на вас. Идем дальше. Следующая надпись – аккаунт. Что значит есть тут? Первое. Редактируйте профиль. Нажимаем. Тут, значит, мы можем поменять свой никнейм, свое имя, да, свой логин при входе, свое имя, можем дать ссылку на какой-то сайт, у меня вот тут указана ссылка на мой YouTube-канал, написать вкратце о себе какие-то свои контактные данные или информацию, которую мы хотим донести. И можем тут вбить свою личную информацию. Почту, телефон и пол. Итак, окей, я редактировать ничего не буду. Идем дальше. Следующая вкладочка – изменить пароль. Ну, тут, понятное дело, можно менять пароль, да, если вы захотели. Есть следующая очень интересная вкладка, называется «Понравившиеся вам публикации». То есть тут все, кого я пролайкал, есть. И вот так вот можно посмотреть, да, те публикации, которые вам понравились, где вы поставили лайки. А также, смотрите, можно смотреть это как в таком формате, так и в формате ленты. Следующее. Вот это вот закрытый аккаунт значит то, что если я его включу таким образом, то на мой аккаунт не смогут подписаться без моего согласия. Но я вам это искренне не советую делать. Потому что, почему? Потому что на ваш аккаунт, да, никто не будет подписываться. Если бы вы были какая-то знаменитость, и то не вижу в этом смысла для раскрутки. Ну, то есть в этом есть смысл, если вы, допустим, какой-то очень скрытый человек, вы не хотите вообще абсолютно никакого внимания, хотите, чтобы ваша публикация видел очень узкий круг друзей, но тогда вообще зачем заводить Инстаграм? Не понимаю. Так, следующее, значит, настройки. Связанные аккаунты. Заходим сюда. Тут мы можем привязать любую соцсеть. И когда мы будем вкладывать фотографию, мы просто будем нажимать в соцсеть, и фотография будет одновременно сразу публиковаться как в Инстаграме, так и в другой социальной сети. Идем дальше. Настройки пуш-уведомлений. Ну, на самом деле, это очень хорошая функция. Она присылает вам уведомления на ваш сотовый или iPad для того, чтобы оповестить вас о том, что кто-то прокомментировал что-то, или кто-то поставил отметку «нравится», кто-то подписался на вас, или принял вашу подписку, если у него был закрыт аккаунт, вы подали заявку, и он эту заявку или она рассмотрели и одобрили. Какие-то записи по Директу. Директ — это личные сообщения, значит. Об этом мы поговорим еще немножко позже. Значит, я вам советую включить просто все уведомления о то всех. Все включить. Это очень удобно. Так, идем дальше. Использование данных сотового. Вот тут можно экономить данные в сотовой сети, включить, но это может отрицательно сказаться на работе Instagram. Я вам не советую это делать. Ну, смысл экономить интернет тут вообще. Окей, идем дальше. Так, поддержка, справочный центр. Тут можно все прочитать о Instagram. Можно расширить свои какие-то знания, про которые я, допустим, не расскажу. Или просто что-то почитать о каких-то нововведениях. Дальше. Сообщить о проблеме. Тут можно сообщить о спаме, о том, что что-то не работает, или общий отзыв оставить какой-либо. Идем дальше. Информация. Информация про рекламу. Тут можно почитать все, что касается рекламы. Блог самого Instagram, где также можно узнать какие-то нововведения. Политика конфиденциальности, условия и открыть исходные галереи. Так, очистить историю показа, очистить историю поиска. И также, вот смотрите, очень классная функция «Добавить аккаунт». То есть можно одновременно сидеть в нескольких аккаунтах. Не надо выходить с одного, заходить в другой. Тут можно просто вбить сейчас имя и пароль, да? А можно завести новый. Или, допустим, если вы забыли, можно зайти через Facebook, если он у вас есть. Либо можно вот нажать кнопочку «Зарегистрироваться». Зарегистрироваться можно также с помощью Facebook, а можно с помощью сотового телефона или e-mail. Мы нажимаем сюда, сотового телефона или e-mail. Мы можем сейчас зарегистрироваться с помощью телефона. Либо, если хотим e-mail, то нажимаем вот сюда. Да. Зарегистрироваться при помощи имейла. И тут уже можно зарегистрироваться с помощью электронной почты. Так, теперь мы возвращаемся назад. Закрываем это. Так, мы с вами рассмотрели вот эту шестеренку полностью. Ну, последняя кнопочка – выйти, да, выйти с аккаунта. Окей, едем дальше. Редактировать профиль. Помните, вот тут в настройках была функция редактировать профиль? Тут она вынесена просто внешне, чтобы был быстрый доступ, чтобы можно было быстро что-то поменять. Окей. Кстати, да, пополню редактирование профиля. Вот тут вот есть кнопочка «Изменить», и вы можете поменять фотографию своего профиля. Но мы этого делать не будем. Так, поехали дальше. Как видите, вот мое описание. Вот моя ссылка на YouTube-канал youtube.com.c.arturroses. Итак, смотрим, что же у нас есть дальше. Дальше тут находятся наши публикации. Вот смотрите, мои фотографии идут, да. Мы можем их просматривать в таком формате. А также мы можем нажать на вот эту кнопочку и просматривать в виде ленты. То есть, одна фотография, сколько сразу лайков, какие комментарии, что-либо кто написал. То есть, можем просматривать в таком формате, как вам нравится. Идем дальше. Следующая, значит, кнопочка у нас показывает по-географически, где мы делали эти фотографии. То есть, видите, тут можно просмотреть, в каком именно. То есть, вот, допустим, я тут фотографировался в Египте, да. Видите, это сохранилось. Показывает, что я фотографировался в Египте. Тут где-то фотографировался в Крыму. То есть, так же, видите. То есть, все сразу видно по географии. Окей. Уходим отсюда. Так, и последняя кнопочка. Фотографии с вами. Тут те фотографии, на которых вас отметили. Ваши подписчики эти фотографии также видят. Так, ну все. Основную, значит, кнопочку первую по профилю мы, в принципе, полностью рассмотрели с вами. Ну, что касается каждой фотографии. Смотрите, заходим, допустим, в публикацию. Тут, видите, три точки есть. Нажимаем на них. Можно удалить, изменить, поделиться, да. Если нажму поделиться, можно сразу в любую соцсеть отправить. Если, допустим, я забыл это сделать или хочу в новую какую-то соцсеть. Допустим, эту фотографию я не заливала в ВКонтакте. Я нажму ВКонтакте и она публикуется ВКонтакте. Если эту соцсеть привяжу. Или также можно поделиться, отправить, допустим, на электронную почту. Или просто копирую ссылку и отправляю ссылку друзьям. Хочу поделиться с ними этой фотографией. Так, смотрим дальше, что у нас есть. Ну, изменить, да. Что касается вот изменить, смотрите. Когда вы нажимаете кнопочку изменить, допустим, я тут не отмечал пользователей. Но отметить пользователей можно только в том случае, если этот пользователь зарегистрирован. Я, допустим, нажимаю отметить пользователя. Ну, к примеру, мой племянник не зарегистрирован в этом, да. Но, вот смотрите, если бы это, допустим, был, я не знаю, там, ну, была какая-то фотография с машиной Mercedes, допустим, да. И я, то есть, набираю просто слово Mercedes. Сейчас, секундочку. Нажимаю поиск, допустим, даже не до конца. И, видите, я могу нажать, то есть, все, Mercedes. То есть, и этот пользователь, его подписчики увидят эту фотографию, на которой я отметил этого человека. Так, но мы это делать не будем. Нажимаем отмена. Также можно, значит, что редактировать? Можно редактировать саму запись к фотографии. Можно поменять хэштеги, добавить какие-то новые хэштеги. Окей, с этим тоже разобрались. Также, смотрите, можно, что значит сделать? Лайкать, добавить какой-то комментарий. В принципе, вроде бы все. Ну, и удалить можно саму публикацию. Так, окей. И вот эта кнопочка, это просто обновить. Да. Все. Можно нажать на эту кнопочку обновить, а можно просто зажать фотографию и так сделать низ. Видите, загрузка появляется. То есть, это обновление ее. Окей, все, рассмотрели вроде бы полностью. Первую кнопочку по функционалу ваш профиль. Вот она. Теперь идем дальше. Вот на такое сердечко. В кружке, да? Что нового? То есть, тут показывается, что нового происходит у вас и у ваших подписчиков. Видите, вот сейчас стоит вы, да? То есть, видно, кто на меня подписался, кто пролайкал мою фотографию, кто оставил какие-либо комментарии мне. То есть, тут я могу просмотреть. Сразу, видите, показ, допустим, кто-то на меня подписался. То есть, если такой значок, значит, я на них подписан. Если я захочу подписаться, я могу нажать и подписаться сразу. Могу отписаться. Окей. Теперь, значит, нажимаем на подписчики. Тут с помощью этой кнопки можно посмотреть, что происходит у ваших подписчиков. Что ваши подписчики делают, кого они пролайкали, на кого они подписались. То есть, можно за ними таким образом подглядывать. Для молодёжи самая такая функция интересная, да? Итак, следующая кнопочка, значит, у нас в середине это публикация либо фото, либо видеоматериала. То есть, тут, смотрите, стоит библиотека фото-видео. Можно из библиотеки выбрать любую фотографию. Можно нажать сейчас фото и сделать фото. Можно нажать видео и записать видео. Ну, допустим, давайте мы выберем библиотеку, да? Тут, смотрите, есть две кнопочки у нас. Значит, комбинируйте свои фото. Можно объединить несколько фото в одну публикацию, а затем поделиться ей в Инстаграм. Так, окей, это закрываем. И вторая, значит, у нас кнопочка бумеранг Инстаграм. Создавайте меню видео в новом бесплатном приложении от Инстаграм и делитесь ими с другими. То есть, это какие-то дополнительные функции, приложения для Инстаграма, но они не обязательно. Итак, значит, тут же, смотрите, наверху, видите, написано фотоплёнка, да? Мы можем выбрать, допустим, другой альбом, изыбранное. Допустим, взять любую другую фотографию. Вот тут я с племянником. Нажимаем, допустим, кнопочку Далее. Смотрим, значит. Так, кстати, можно вернуться, если что-то вы забыли. Вот, допустим, я забыл с вами разобрать вот эту кнопку. Это масштаб. То есть, тот масштаб, который мы хотим выложить. Так, но меня устраивает квадратный, да? Нажимаем Далее. Тут, значит, есть у нас фильтры различные. Вбираем любой фильтр. После того, как мы выбрали фильтр, можем настроить яркость. Настраиваем яркость. Теперь заходим, значит. У нас есть дополнительные настройки. Смотрите. Вот видите, надпись выровнять, да? И обратите внимание, сейчас здесь нет нижнего подчёркивания. Когда я применяю тот или иной эффект, нажимаю, видите, появилось подчёркивание. Это говорит о том, что этот эффект используется. Ну, допустим, детали. Нажимаю, видите, подчёркивания также нету. Нажимаю детали. Применяю, допустим, эффект. Насколько это процентов, допустим, да? Нажимаю, видите, тоже появилось. То есть, это для удобства, чтобы вы не запутались. Так как тут много показателей, чтобы вы видели, что вы использовали, а что нет. Ну, резкость, допустим, можно увеличить, да? Окей. Вот. Ну, всё. В принципе, фотограф не нравится. Я нажимаю, далее. После этого, что мы можем сделать? Мы можем написать какие-то комментарии, хэштеги. Можем отметить пользователя, да? Но моего племянника нет в Инстаграме. Так что мы этого делать не будем. Окей. Так. Можем указать место и привязать к какой-нибудь социальности. И нажимаем поделиться, и фотография опубликуется. Либо мы можем нажать директ-надпись и послать кому-то в личку. Могу, допустим, выбрать вот кого-то, да? Друг, вот, Лобусин Лобастов Павел. Убираю, нажму отправить, и он получит это как личное сообщение. Окей. Значит, разобрались с тем, как выкладывать фото. Теперь, значит, что касается видео. Ребят, смотрите. Видео можно записывать на протяжении 15 секунд. Но вот видите, вот тут черточка небольшая. Это минимальный отрезок видео. То есть, если мы запишем меньше, скажем, чтобы записывать, нужно нажать и держать красную кнопку. Если мы запишем меньше и попытаемся нажать далее, то он пишет. Запишите минимум до этого места, до черточки. То есть, понимаете, да? Теперь, смотрите, когда вы снимаете несколько моментов, допустим, вы нажали, отпустили, это отрезок. Следующий, снимаете какой-то отрезок. Можно удалить. Когда вы будете нажимать удалить, то есть, это не все видео, а именно последний отрезок, который вы снимали. Это очень удобно. Допустим, вы что-то сняли, вам не нравится, вы пересняли его заново, уже вам понравилось, и тут поехали дальше еще снимать. То есть, можно снимать вот такими отрезками. Что касается видео, сейчас это 15 секунд максимум запись всего видео, но в скором времени его увеличат до 60 секунд. Окей. С этим разобрались. Выходим отсюда. Следующая кнопка, это кнопка поиска. Смотрите, тут сверху поиск, да, а снизу какие-то видео и фото абсолютно хаотично расположены. Тут есть как знаменитые, так и незнаменитые. Это Инстаграм просто пиарит всех подряд пользователей. И даже простых пользователей, у которых всего там 10 подписчиков раньше, тут появлялись только популярные, а сейчас появляются, в принципе, все. Вот, и также Инстаграм учитывает ваши интересы. Если, допустим, вы всегда смотрите за какими-то красивыми девушками, то он вам будет выставлять тут в основном красивых там девушек, да. Окей. Если вы хотите посмотреть также видео, какие вам предоставляет Инстаграм, то нажимаем вот сюда. Press play. И тут хаотично идут видео, да, которые нам просто так же пиарит сам Инстаграм. Да, с этим разобрались. Так, значит, что касается поиска. Тут можно нажать лучшие люди, метки, места, да. Можно, то есть, найти кого-то или по хэштегу, или сразу какой-то аккаунт. И последняя кнопка, вот этот домик. На этой кнопке домой показываются фотографии и видеозаписи, те, которые выложили люди, на которых вы подписаны. Также тут вот есть кнопочка такая. Это Директ. То есть, тут те люди, которыми вы переписывались в Директе, которые вам что-то либо присылали. Вот такой вот, в принципе, нетяжелый функционал. Все очень просто, интуитивно и понятно. Я надеюсь, мое видео помогло вам разобраться в Инстаграм. Итак, друзья, а вот два моих бонуса, которые я обещал для тех ребят, которые досмотрят это видео до конца. Итак, это два приложения, без которых в Инстаграме никак. Первое называется фотоколлаж. Это автоколлаж. Когда заходим в приложение, нажимаем автоколлаж. Можно выбрать от одной до шести фотографий. Ну, давайте я, допустим, выберу пять фотографий. Нажимаем галочку. Ждем. После этого мы можем выбрать формат. Квадратный, портретный, альбомный. Я выбираю квадратный. Мне больше всего нравится. И после этого по тематике можете подобрать любой фотоколлаж. Тут есть как и бесплатный, так и платный. Когда коллаж платный, то есть вот такие розовые, либо синие точки. Когда он бесплатный, то их просто нету. Выбирайте любой, который вам понравится. Нажимайте на него. После этого можно нажать фильтры. Применить любой фильтр, который тут есть. После этого нажимаю вот эту штучку вниз. Так, можете выбрать фон, написать текст, стикер сделать, рамку сделать. Так, ну и в принципе все. После нажимаете кнопочку-стрелочку. И фотография автоматом сохраняется. Итак, друзья, теперь второе приложение, которое просто так же незаменимо. Никак без него. Это PhotoRus. Значит, тут есть вот такая кнопочка ProEdit. Он очень классный редактор фотографий. Ну, допустим, выбираем любую фотографию, неважно какую. Там, к примеру. И тут очень классные фильтры есть. Их много. Целая колонка. И таких колонок у нас четыре. Есть такие классные фильтры, как HDR. Очень классный формат. На некоторых фотографиях просто смотрится супер. Есть формат такой, как Sketch. И множество-множество других очень интересных форматов. Также, помимо фильтров, тут есть стикеры, текст. Можно обрезать. Все это настроить. Настройок на самом деле куча. Также любая девочка найдет настройки для себя. Такие, как сделать ноги стройнее, талию уже. Или еще что-то с глазами. Эффект красного глаза убрать. Ну, куча всего полезного на самом деле. Как для парней, так и для девушек. Ну, вот такие, друзья, бонусы. Я надеюсь, они вам пригодятся. Ну, как тебе видео полезное, интересное? Если да, то обязательно ставь лайк снизу. В следующих видео уроках мы поговорим на такие темы, как раскрутиться в Инстаграме, какие хэштеги стоит использовать, что это такое. Разберем некоторые фишки и секреты Инстаграма. Для того, чтобы быть в курсе, обязательно подписывайся на мой канал. И не забывай ставить лайки. Для меня это очень важно. Я надеюсь, это видео было очень полезным и интересным для тебя. Напоминаю, с тобой был Артур Роуз. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok